Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Продолжаем воспроизводить рецепты и госты 1938 года, естественно, колбасные, по книге Абрама Конникова «Колбасы и мясокопченостей». Чудесный альбом, выпущенный в 1938 году, регламентирующий работу предприятий «Пищепрома», Нарком «Пищепрома», то есть Народного комиссариата пищевой промышленности СССР. И в альбоме выпущены огромное множество колбас, мясокопченостей с рекомендациями по изготовлению, с очень строгими нормами и правилами. В общем, если кто-то хочет ознакомиться с этой замечательной книгой, по которой мы, кстати, приготовили уже практически все колбасы и мясокопченостей, они все есть на нашем канале, в описании найдете ссылку на скачивание. Мне иногда задают вопросы, платно ли это, конечно, бесплатно, друзья. Сегодня мы готовим вареннокопченую колбасу. Колбаса польская второго сорта, естественно, по ГОСТу 1938 года. Кстати, хочу сказать, пусть вас не смущает вторые и третьи сорта по этим ГОСТам. Колбасы получаются значительно лучше, чем колбасы высшего сорта по теперешним техусловиям. Итак, для приготовления нам понадобится, я говорю сейчас на килограмм пропорции, но вообще пошаговый рецепт, точное количество специй, описание всего процесса вы найдете в описании этого видеоролика. Поэтому вы можете посмотреть, а потом рецепт распечатать для себя, скопировать, распечатать и готовить уже по рецепту. Итак, понадобится нам 60 частей говядины, 25 частей, то есть, ну, грубо говоря, если о килограмме, то 600 грамм, 250 грамм и 250 грамм жирной свинины, вот такой вот, и 150 грамм свиной грудинки или бекона. Также нам понадобятся специи. Все специи мы покупали в интернет-магазине aromatherewa.com.ua, ссылку на все специи я размещу в описании. То есть, вы прямо из описания видео сможете щелкнуть по специи и зайти на сайт интернет-магазина. Итак, нам понадобится гранулированный чеснок, черный молотый перец, сахар, на сахар ссылку давать не буду, я надеюсь, что сахар у вас все-таки, ну, хотя бы в таком небольшом количестве дома найдется. И посолочная смесь. Тут мы отступаем от рецептов 1938 года. В 1938 году посолочную смесь делали на основе селитры. Мы, так сказать, ну, у нас новые веяния, 21 век, все такое, а у нас тут еще событие важное в Украине произошло. Ладно, не будем вам об этом. В общем, мы используем современную посолочную смесь. Друзья, простите. Смесь нитритной и поваренной соли в соотношении 50 на 50. Для составления посолочной смеси на килограмм сырья нам понадобится 10 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. Что-то меня все отвлекает. То я ржу, то телефон звонит. И 10 грамм поваренной соли. Еще раз. Посолочная смесь на килограмм сырья. 20 грамм посолочной смеси. 10 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. И 10 грамм поваренной соли. Нитритную соль тоже в описании найдете ссылочку на интернет-магазин Аромат Дерева. Будем использовать для набивки коллагеновую оболочку диаметром 45 мм, калибром 45 мм от того же интернет-магазина. И вот поэкспериментируем сегодня вот с такой вот сеткой. Это сетка для формовки колбас. Но, я так понимаю, носит исключительно декоративный характер. Мы никогда еще и не пользовались. В общем, у нас такой своего рода эксперимент. Но основная... Ну, естественно, шпагатик от того же черного интернет-магазина для завязывания колбаски. Основная цель у нас приготовить варенокопченую польскую второго сорта. А эксперимент с сеткой уже дело, так сказать, второстепенное. Для этого рецепта мясо солится по раздельности. То есть, солить мы его раздельно не будем. Но я его сейчас так обработаю. Смотрите, полужирную свинину я нарезаю вот такими вот большими кусками. И будем засаливать ее в кусках. Грудинку я практически не буду трогать. Засолю ее вот так вот, как грудинка. По той причине, что нам ее надо будет нарезать полосками. То есть, после засолки нам ее надо будет подморозить и нарезать полосками. А вот говядину пропустим через мясорубку с большим диаметром отверстия. В данном случае я использую мясорубку с диаметром отверстия 20 миллиметров. То есть, 2 сантиметра. Вот видите, большие такие здесь большие отверстия. Далее добавляем сахар в заранее приготовленную посолочную смесь. Все перемешиваем. И засаливаем мясо. Особо тщательно грудинку и вот эти большие куски, чтобы тут все хорошо просолилось. Ну и о мясе, друзья. Я забыл сказать вначале. Всегда в каждом ролике говорю о мясе. Для приготовления колбас нужно использовать мясо, которое прошло этап созревания. То есть, многие спрашивают о парном мясе. Парное мясо это 2 часа после забоя. После этого мясо уже не парное. Наступает процесс трупного окоченения и мясо становится не колбасопригодное, если хотите. Надо ему дать созреть. Для говядины период созревания 10 дней в холодильнике при температуре 2-4 градуса по Цельсию. Для свинины достаточно будет 7-8 дней. Если пренебрегать созреванием мяса, то колбаса у вас может получиться рыхлая, сухая. Также высок риск всяких отеков бульонных, жировых. Вот таким вот образом, друзья. Мясо уплотнили, чтобы вовнутрь уменьшить доступ воздуха. Чтобы не происходило процесса окисления внутри нашего фарша. И отправляем в холодильник на сутки засаливаться. А через сутки продолжим наш, так сказать, марлезонский балет. На следующий день приступим к обработке. Смотрите, грудинку мы немножко подморозили, чтобы было удобно резать. И порезали на кубики вот такие вот, ну размером где-то 5-6 миллиметров. Не старайтесь ее резать идеально, там буквально под линеечку. Какую порежете, такую порежете. Далее, говядину, Лариса опять его вынула из засолки. Я хотел показать, почему воздух надо приминать, чтобы воздух не попадал. Сверху мяско, ну вот тут хорошо видно, вот то, что было сверху, оно обветрилось. И стало такое посерело. А то, что было изнутри, оно красное. Вот видите, верхняя сторона, вот внутренняя сторона. Итак, говядину пропускаем через мясорубку самой тоненькой решеткой, которая у вас есть. Ну вот у меня есть решетка с диаметром отверстия 3 миллиметра. Сюда и пропущу ее. Мясо должно быть охлажденное. То есть в данный момент температура мяса где-то 2 градуса. Можно даже немножко подморозить. И до окончания процесса набивки у нас температура мяса ни в коем случае не должна подняться выше 8-9 градусов. Иначе потом при приготовлении мы имеем очень большой риск получения отека. Далее устанавливаем решетку 7-8 миллиметров. И через эту решетку пропускаем свинину. Друзья, после обработки мяса проконтролируйте его температуру. Чем меньше диаметр отверстия решетки, на которой вы обрабатываете мясо, тем быстрее оно будет нагреваться. В процессе измельчения на мясорубке мясо нагревается. Если сейчас температура в пределах 4-5 градусов, то все хорошо. Можно смело приступать к следующей операции вымешивания. Далее перейдем к процедуре вымешивания. Я буду использовать тестовес. Можно использовать обычный кухонный миксер, планетарный миксер. Но ни в коем случае не пренебрегайте этой процедурой. Она очень важна. Вымешивать надо до белых волокон. Я покажу, как это выглядит. Если у вас нет вообще миксера, тогда стоит вымешивать руками. Руками, конечно, очень долго. Руками мясо следует вымешивать минут 15. На миксере достаточно будет 4-5 минут. Отправляем сюда специи. И если вы хотите перестраховаться и готовить с фосфатом, сейчас же можно добавить фосфат. Фосфат, лучше нужное количество фосфата развести в 20-30 мл воды, чтобы он не взялся комочками, чтобы он равномерно рассредоточился по фаршу. Также, друзья, если вы готовите с фосфатом, сейчас в фарш можно добавить примерно 100-150 мл воды, естественно, везя 0, на килограмм фарша. Поехали. Вымешанный фарш выглядит вот таким вот образом. Сейчас достану его отсюда. Он очень пластичный становится после вымешивания. Видите, в нем появляются такие вот характерные белые волокна. Фарш становится совершенно однородным. Вся грудинка очень хорошо вмешана. Нигде ничего не отстает. То есть он именно однородный. Теперь можно приступить к набивке. Естественно, контролируем температуру фарша. Должна быть сейчас температура 6-7 градусов. Не выше 8, а 10 это самый предел. Ну, естественно, если мы готовим без фосфатом. Если с фосфатами вы готовите, то температура, допустимо, чуть повыше. Ну, где-то в пределах 12-13 градусов. Многие говорят даже 15-16, но я бы так не рисковал. Так, друзья, переносим фарш-шприц. Итак, приступим к набивке. Оболочку на несколько минут замачиваем в теплой воде. Вот эту вот декоративную сетку отрезаем, ну, так, чтобы у нас по 2 сантиметра с каждой стороны оставалось. Эта сетка носит сугубо декоративный характер. Далее помещаем оболочку вовнутрь сетки. Надо приготовить шнурочек для завязывания. Ну, потом будем завязывать. Насколько удобнее, когда на бобине намотано. Давай, поехали, Ларис. Это у нас видео будет длинное. И зрители будут ругаться. Вместе с сеткой натягиваем оболочку на цепку шприца. Вот таким вот образом. Если вы набиваете самостоятельно, то лучше оболочку завязать сразу же с одной стороны. Если у вас есть вторые руки, так сказать, тогда лучше набивать не завязывая. После этого колбасу можно будет... Ой-ой, Ларис не лопнет. Можно будет хорошенько уплотнить. При работе с сеткой набиваем достаточно плотненько, чтобы оболочка сквозь сетку как бы раздулась. Это даст нам красивый вид колбаски. Ну, я так думаю. Мы не работали еще с этой сеткой. Все, да? Поэтому у нас вот такой вот эксперимент. Получаем вот такие вот батончики. И сейчас набьем... Ну, это надо подтянуть немножко. Мало здесь оставили. Сейчас подтянем. То есть надо, чтобы оставалось равномерно с одной и с другой стороны. Сейчас набьем остальные и приступим к перевязке. Теперь попробуем это чудо перевязать. Один человек подматывает колбаску, как бы уплотняя ее. А второй перевязывает. Но это если вы вдвоем делаете. Если делаете сами, то одна сторона у вас уже, соответственно, завязана. А вторую, покажи как. Вот так вот берем и подматываем. Таким образом хорошенько уплотняем батон. Веревки в последнее время делают хлипкие. То ли одно из двух. У меня эти веревочки рвутся в руках. Я их уже и боюсь затягивать сильно. В результате получили вот такие вот батончики. Сейчас перевяжем остальные и будем продолжать. Ну, красиво, согласен. То есть, хоть сетка и совершенно бесполезная штука, ну, как по мне, но красиво реально. Далее проводим инспекцию на наличие в колбасе пузырьков воздуха. Если такие пузырьки есть, прокалываем их булавкой. Пузырек схлопывается внутри колбасы. И, как бы, это влияет. Это сугубо косметический такой эффект, чтобы колбаса была ровненькая. Потому что, если где-то загнали воздух, практически нет у нас воздуха, если где-то загнали, то там будет раковинка. Друзья, разогреваем духовку до температуры 50 градусов и приступим к первому этапу тепловой обработки и отеплению колбасы. Помещаем колбасу в духовой шкаф. Температуру устанавливаем 50 градусов. Включаем конвекцию и отепляем. Время отепления 30 минут. Для такого количества колбасы, такого диаметра. Переходим ко второму этапу тепловой обработки, обжарки. Устанавливаем температуру 90 градусов. Включаем конвекцию. Обжариваем 25 минут. Вы часто задаете вопрос, а если у меня нет конвекции? Без конвекции можно, конечно, готовить колбасу. На результат это особо не повлияет. Конвекция просто дает более равномерное распределение тепла. Более точную прожарку. И следующий этап будет паровая варка. Для этого нам надо приготовить кипяток. И любую посудину, например, противень, в который мы сможем налить кипяток и поместить его на донышко духовки. Через 25 минут переходим к третьему этапу приготовления. Паровая варка. Понижаем температуру до 80 градусов. На дно духовки помещаем противень с водой. В один из батонов колбасы помещаем щуп кулинарного термометра. И готовим. Варим до достижения внутри температуры 69 градусов. На всякий случай, для тех, у кого еще нет термометра, я включил секундомер и скажу, сколько это заняло времени. Но на время лучше не полагаться. Лучше всегда полагаться именно на показания термометра. Потому что духовки работают по-разному. Ну и, собственно говоря, объем колбасы разный. Положите вы туда 3 батона, будет одно время. Положите 10, время будет совершенно другое. Итак, ждем. Прошло 35 минут. Колбаса готова. Видите, что такое паровая варка? Вот так это происходит. Извлекаем колбасу и помещаем ее в ванночку с ледяной водой. Для того, чтобы остановить процессы нагревания. Оставляем колбасу остыть на 20-30 минут. После этого вывешиваем при комнатной температуре. Ну, не на жаре, конечно. Если на дворе лето, то лучше где-то в прохладном месте повесить до утра. А завтра утром приступим к копчению. К последней стадии на обработке нашей колбаски. На следующий день помещаем колбасу в коптильню. Следим, чтобы не было большого перепада температур. Коптить буду при температуре 25-30 градусов. И вот смотрите, если у вас колбаса холодная, вы ее поместите сразу в горячую коптильню. На ней выпадет роса. И это будет препятствовать равномерному копчению. Это будет препятствовать тому, чтобы, как говорится, дым красиво лег на колбасу. То есть она будет иметь вид не копченой. Поэтому учитывайте этот момент. Либо дайте колбасе прогреться. Ну, вот лучше всего ее держать в теплом помещении. И потом сразу помещать в теплую квартиру. Особенно это касается, когда на улице холодно, минус 10. Заправил генератор. Буду использовать щепу от интернет-магазина Аромат Дерева. Но заодно и протестируем щепу. Не знаю, насколько никогда я еще не пользовался. То есть я все время готовил свою щепу. А тут как бы готовая. Пошел дымочек. Запустил я генератор. Камера сейчас заполнится дымом. И вот при температуре 25-30 градусов коптим 5-6 часов. Не забывайте, друзья, каждая коптильня индивидуальна. И длительность копчения в своей коптильне вам лучше подбирать опытным путем. Надо экспериментировать на одной палочке колбасы, чтобы не испортить всю партию. Также не забывайте, что в коптильне обязательно, помимо дымогенератора, должен был быть дымоход. Если это просто какой-то ящик, то хотя бы прорежьте отверстие для выхода дыма. Иначе получите очень высокую концентрацию дыма. Ну и колбаса будет горчить, соответственно. Итак, друзья, через 6 часов я колбасу отсюда сниму. Будет уже ночь. Я не буду этого показывать. Оставлю ее на ночь отдохнуть. Это тоже обязательно после копчения. Любой продукт должен отдохнуть. А после этого, конечно же, завтра ее продегустируем. На следующий день после копчения давайте подведем итоги по нашей колбасе. В первую очередь хочу разобрать свои ошибки. Я использовал оболочку 45 мм для сетки 50 мм. Учитывая то, что при набивке оболочка как раз где-то на 5-7 мм растягивается. Когда мы ее набили, все было очень плотно. Но в процессе копчения вот произошел такой эффект. Поэтому, друзья, предостерегаю вас от ошибки. Хоть эта сетка имеет декоративный характер, но если бы она не висела вот так вот, таким некрасивым образом, то действительно смотрелось бы декоративно классно. Поэтому, если делаете в оболочке, используйте оболочку такого же размера, как и сетка. То есть сетка 50 мм и оболочка должна быть 50 мм. Тогда будет красиво. А так получилась сетка совершенно бесполезная, как видите. Далее взвесим нашу колбасу. Из килограмма сырья у нас получилось 867 грамм колбасы. То есть, грубо говоря, 150 грамм мы потеряли, так сказать, в процессе приготовления. Ну и, друзья, самое интересное. Разрезаем и пробуем. Снимаю эту сетку. Честно признаю, я вот не додумал этот вопрос. То, что я все-таки, ну, как бы, зная, что оболочка растягивается, я предположил, и вы видели, что она натянулась, и все было красиво. Но потом эффект красоты был сведен на нет. Итак, что же представляет польская колбаса из себя? Опа! Красота! Давайте крупный план. Сейчас нарезочку. Тоненько режется. Отличная структура. Все, как видите, все сделали правильно. Можете смело повторять. Главное, четко соблюдайте все пропорции и четко соблюдайте, четко следуйте нашему видеорецепту. Итак, друзья, крупный план нашей польской. Получилась мега красивая и очень ароматная колбаска. Я надеюсь, что она еще вкусная. Как видите, я ее еще не пробовал. И сейчас это сделаю, так сказать, публично. Публично я ничего не скрываю. Никаких результатов наших с Ларисой трудов. Дорогие зрители, прежде чем попробовать колбасу, я забыл сказать самое главное. По пробоходу канал Даниила и Ларисы в интернет-магазине Аромат Дерева, ссылку на который я размещу в описании, вы можете получить скидку 5% на все товары и услуги, на все, что захотите заказать. Я думаю, что вам это будет полезно. Колбаска. Это просто фантастика. У нее такой аромат. Вы такого не купите в магазине, я вам отвечаю. Она просто пахнет божественно. Вот ее можно даже не хавать, ее можно нюхать и уже захлебнуться слюной. Я вам говорю. Это просто класс. Приготовьте такую колбаску. Снимаем нашу оболочку. И... Оно просто великолепное. Оно фантастическое. Дорогие друзья, я уверяю вас, такой колбасы вы сейчас в магазине не купите. Ни в СНГ, ни даже... Навряд ли купите за границей. Разве что это будет колбаса каких-то маленьких предприятий, маленьких фермерских хозяйств, где не злоупотребляют никакой химии, никакими загустителями, никакими эмульгаторами, никакими усилителями вкуса. Она просто прекрасна. Ну, в общем, я думаю, что я вас убедил, что надо срочно брать мясо, там, делать заказ в интернет-магазине «Аромат дерева», брать колбасный шприц, мясорубку, все, что нам надо, и готовить колбасу по этому рецепту. Колбаса просто суперская. Не знаю, что там она мне... Или мы давно варенокопченых не готовили, или голодный, или что-то не так. Друзья, с удовольствием вам представляем рецепт. Если есть вопросы, пожалуйста, под видео, задавайте их на все вопросы, мы с Ларисой вам ответим. Жирные лайки не забудьте поставить. Конечно, подписаться на канал, чтобы не пропустить, вернее, новые колбасы вкусные. Ну и спасибо за внимание. Всего доброго, пока!